всем привет энергии и их виды и плюсы и минусы отдельных из них надеюсь меня хорошо сейчас слышно значит смотрите сейчас франция решила что она будет переходить на атомную энергетику в чем минус ну помимо того что до официальная кпд у ядерной энергетики очень высокая поэтому считается крайне выгодным но опять же мы загрязниваем воду она становится радиационный мало того что как бы фильтры до необходимо для ее очистки это и потребует еще много времени говорить о том что ядерная энергетика вообще нормально ну скажем так получение энергии из ядерной энергетики наверно не очень нормально но вот использование радиоактивных веществ для того чтобы они просто не вредили человеку вот это более эффективными поэтому если уж использовать атом то лучше где-то в космосе то есть буквально мы берем вот эти вот пласты урана плутония и так далее да и отправляем их куда подальше чтобы радиация не вредила человеку а почему используется вода кстати это важно для температуры ну учитывая что в космосе да там на расстоянии от планеты температура гораздо ниже там гораздо больше возможностей охлаждения и решения данного вопроса поэтому я думаю с этим проблем не будет основной вопрос в том чтобы доставлять именно туда ядерную энергетику химические элементы данные а это средство тоже скажем так не особо дешевая но вполне решаемое вот ядерной энергетики туда же отнесем как вы думаете что нет нефть нефть и газ знаете почему а потому что сидеть на пороховой бочке это плохо вот один поджог плюс кислородик попадет и короче взлетим если не будем нефть потреблять очень весело это тоже самое касается и газа но опять же получение электричества из этих видов топлива или получение энергии из этих видов топлива это настолько сложно человечество любит усложнять все это факт окей я не против того что нам нужна пластмасса это достаточно интересные материалы долгоживучие и которые являются хорошей альтернативой и металлом и камню да и принципе другим соединениям ну природным растительным соединением скажем так поэтому да пластмасса эта вещь неплохая интересная сама по себе но по поводу вот именно использование бензина вы просто вот представьте себе весь процесс да нужно выкачать нефть нужно ее переработать нужно ее транспортировать нужно ее залить в каждый бак в автомобиле я сейчас буду вы знаете как из старого комедийного сериала альф где мыльные пузыри дороже золота да потому что мыльные пузыри обладают гораздо меньше времени жизни чем золото вот смысл какой-то в этом есть ну а пусть и момент из чего делается мыльные пузыри да потому что это тоже вопрос интересный опустим так продолжим на пороховой бочке сидеть нельзя да но что же делать тогда с нефтью и газом окей получили пластмассу пласты пластмассы до условно да для строительства для переработки и так далее для использования в том числе строительстве и так далее в создании чего-то неплохо что делать именно за горючим интересный момент а может быть просто отапливать вот честно здесь даже не вопрос сжигания или там вот тут в самолет представлять вот этот огромный бак до который он потом с собой несет да вот это вот как и шаг вот у нас такое ощущение как будто вот вот реально вот и самолета сделали и шаг мало того что там людей нужно перевозить да еще там огромный бак бензина вот этого ну не бензина да ну последствия нефти переработки скажем так солярка по моему да или так далее что такое короче с газом тоже самое давайте лучше отапливать слушайте у нас в россии зима холодная да у нас много чего можно отопить в принципе города можно отопить нормально вот честно поставить скажем так ну примерно представьте себе канализацию до слив воды как идет только вместо него идет газ жидкий газ либо бензин но уже готовый до использования закрытая пластиком и поджиг подожжена подожженная по моему вариант неплохой пороховая бочка уйдет быстро появится таким методом пороховая бочка уйдет быстро и это слава богу нюансы да возможно что как бы будут провалы но не особо факт потому что в принципе залежи находится достаточно глубоко это раз во вторых места где добывают нефть газ так далее они не шибко заселенные ну то есть все условно это все таки расстояние от каких-то крупных городов специально не строят геолога разведка вот в принципе неплохо повлияет ли это на глобальное потепление да да вот это повлияет будет тепло и кайфово честно это вот сижу я тут на фоне старого старой церкви на камушке потому что нету лавочек понимаете бабушка которая там получает пенсию там от прожиточного меню там до куда-то там она даже не можете представить что можно с другой бабушкой скинуть по 100 рублей вот купить лавочку не дойдет никогда потому что а мне должны вот и все я пахала я дожрусь до смерти и слава богу лучше по на ней жрала пирожок до купила лавочку честно тоже проживет и так дальше значит смотрите ядерная энергетика радиоактивная опасно избавляться надо не забываем что у нас есть земной корее счета рида который способствует и скажем так способствует развитию живых организм мутации в том числе да и так далее потому что без история в частности да у нас живые организмы в частности растения скажем так не были бы собой а то бы вообще не выжили потому что умение приспосабливаться это именно свойство мутации и какая-то доля радиоактивности она страна должна быть должна находиться поэтому это тоже стоит учитывать дальше пороховая бочка избавляемся в любом случае до перерабатываем в пластик все остальное на отопление это мое видение исключительно да там считаете ли вы что там у всех должно быть рабство то моя один главный там это твое право если ты считаешь что везде там должна быть анархия там и чтобы там по улице ходили все голожопые трахали друг друга это твое право это мое видение вот собирание энергии вот этот момент мне нравится больше то есть у нас есть естественные механизмы природные до которые позволяют получать энергию например гидроэлектростанции водопад яркий пример ставим гидроустановку получаем они называются экологически чистыми ветровая установка то же самое я сюда отнесу свою разработку в частности с на основе магнитов когда крутится да и соответственно мы получаем условно говоря крутится кулер да мы получаем электричество и процесс потребление энергии кулером поворачивается в обратную сторону и мы получаем энергию от кулера да то есть поменяли вектора да за счет магнитов как бы работает самоустройство насколько насколько это правильно использовать значит смотрите первое безопасно 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 абсолютно да да это безопасно экологически чисто вполне никаких выбросов вот честно насколько много будет потребляться скажем так природного материала ну во первых он скажем так добывается но он никуда не исчезает то есть мы изобретение сделали а нового изобретение лежит то есть сдали обратно до получили те же самые магниты все то есть вещество никуда не делась мы его в космос не отправили то есть это не ядерный распад да когда мы получаем стабильные вещества далее чтобы минимизировать до добычу как бы можно сделать меньше а увеличение мощности здесь в принципе не проблема сделал меньше больше количества больше мощность все ну там технология в принципе достаточно простая смысл понятен ничего сложного 3d принтеры существуют используются наладить производство вообще их делать извиняюсь за в чем минусы ну скажем так наскучить ну потому что срок действия магнита там я не помню десять тысяч лет да ну короче вот нужен крутится походить всю вашу жизнь однозначно вот каждому в ручке да да вместо аккумулятора да аккумулятор вообще и да здравствует нормальная энергия вот освобождает это человечество освобождает процесс изготовления этого всего скажем так насколько затрагивает человека ресурсы да там как бензин табыча нет вот честно можно настолько отладить производство роботизировать и автоматизировать да что будет один человек приходить кнопочки пикать и смотри получилось или нет всего один человек достоин для того чтобы кнопочку нажать утром и вечером смотрите и всего человечество можно можно что ты еще забыл ну в общем как то так в общем наговорил уже почти 15 минут надеюсь вы рады были меня видеть шефцов вера мир александрович символ мира вот всем любви добра и счастья что не были садистами это важно любви хорошая вещь